Вы в курсе, что гастролеры, брачные аферисты и курортные романы с криминальным продолжением? Это далеко не полный список неприятностей, с которыми могут столкнуться жители и гости нашего города. Традиционно с наступлением курортного сезона в Сочи стремятся те, кто преступным путем намерен обогатиться за счет отдыхающих. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Для силовиков уже наступили горячие деньки и сегодня мы говорим о безопасности и правопорядке с нашим гостем, заместителем начальника полиции по оперативной работе УВД по городу Сочи Сергеем Полуяровым. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Курортный сезон в самом разгаре, а это значит, что кроме отдыхающих на побережье стремятся и те, кому здесь будет не до отдыха. Воры, гастролеры, мошенники и прочий другой криминальный элемент. Скажите, какая сегодня оперативная обстановка в городе и что делает полиция, чтобы обезопасить горожан и гостей курорта? Ну, в целом, обстановка у нас сейчас идет со снижением регистрации преступности в целом за 6 месяцев. По всем основным криминальным проявлениям это кражи, грабежи, разбой, убийства, снижение. По убийствам 100% раскрываемость, 100% раскрываемость по изнасилованиям, по причине тяжкого вреда здоровья со смертельным исходом. И в целом раскрываемость выше прошлого года. Конечно, это и наша работа была в течение 6 месяцев. И подготовительный и проведенный этап по Кубку конфедерации по футболу, который у нас пошел в июне месяце. В принципе, ситуация под контролем сейчас у нас. Какие самые распространенные курортные у нас преступления? И как обезопасить себя и свое имущество гражданам? Самое распространенное, конечно, это кражи имущества у отдыхающих во время купания в море. Когда они оставляют свое имущество без контроля на берегу. Бросив фактически их на произвол. Телефоны, кошельки, другие гаджеты и планшеты. При этом никаких мер не предусмотрев, хотя бы познакомив с соседями на пляже, чтобы они друг у друга контролировать вещи во время отсутствия их. И, соответственно, квартирные кражи в ночное время. Сейчас жаркая, жаркая погода. Люди открывают окна, чтобы по прохладнее спать было. В итоге просыпаются, отсутствует в квартирах тоже имущество. Поэтому здесь ни второй, ни третий этаж не спасают. Тоже нужно в режим форточки переводить окна, чтобы на стеж не были открыты окна и не провоцировать преступников, когда там идут по стене газовые трубы или другие коммуникации, по которым они взбираются на это же. То есть это преступления, которые происходят по вине самих отдыхающих? Фактически, да, провоцируя поведение преступников на легкую добычу. Часто такое случается? Ну, регистрация идет. И задерживаем мы преступников, то, что от наказания не уходят. Сергей Николаевич, давайте сейчас поговорим о курортных романах. Случается ли так, что так называемые брачные аферисты специально подыскивают отдыхающих девушек с целью обокрасть? Конечно, в практике все случается и с целью обокрасть используя недолгое знакомство с потерпевшей стороной. Либо еще изощрение, когда знакомятся, живут и в период в ночное время, вот несколько случаев было, брали банковскую карточку, обналичивали деньги, потом подкидывали обратно. А потерпевшая фактически узнавала о краже денег спустя какое-то время. Тоже такие факты имеются, тоже раскрываем. Ну вот с открытием сезона, чуть ли не в каждом дворе у нас реализуется алкогольная продукция сомнительного происхождения. Какая ответственность грозит предпринимателям и что опять-таки делает полиция? Ответственность грозит и административная, и уголовная. Все помнят события в других регионах России, когда от боярышника погибло очень много людей низкого социального происхождения. У нас факты изъятия алкогольной продукции всегда находятся на контроле. Данная продукция изымается и ввозимая в город через пост Магрии с железнодорожным транспортом, так и самодельная изготовлена здесь по городу Сочи. Всего за 6 месяцев у нас порядка 37 тонн изъятой такой продукции, работа ведется. То есть если не на самом посту Магрии, то уже в самих магазинах? Так точно. В летний сезон активизируются и так называемые телефонные мошенники. Как не попасться на их удочку? И удалось ли уже кого-нибудь задержать? У нас по телефонным мошенничествам, или как у нас называют электронные мошенничества, они происходят как через сеть интернет, так и через банковские карточки вид. Так и людей обманывают путем банальных ночных телефонных звонков о том, что ваш сын попал в аварию или находится задержан сотрудниками милиции и требует псевдовзятку за это. Люди ночью находятся в таком шоковом состоянии и действуют неправильно. Второй вариант это когда приходит смс о том, что ваша карта заблокирована и для разблокировки просим выслать пин-код карты. Ни в коем случае это делать, конечно, не нужно. Нужно обращаться в официальный банк для разъяснения ситуации. Мошенники пользуются этим, звонят с номеров 8800, тоже фальшивые номера, и люди переводят деньги на другие счета. Поэтому очень внимательно следить за своими мобильными банками, которые привязаны к сотовому телефону, и, соответственно, быть бдительными при разговорах по телефону. Вы отметили, что потерпевшие ведут себя неправильно. В таком случае, как повести себя правильно, наверняка в первую очередь нужно прервать разговор с мошенником. Да, и при этом мошенники с людьми разговаривают так, что те не бросали трубку, не было у них перерывов в разговоре. То есть постоянно аферист находится на связи с потерпевшим, заставляя либо переводить потерпевшему через банкомат деньги на номер телефона, либо второй сообщник подсылает добровольного таксиста, и потерпевший с сотовым телефоном спускается вниз и приводит деньги таксисту, который впоследствии переводит эти деньги дальше на другой счет. Ну а потерпевшим нужно позвонить в полицию? В первую очередь, да, надо прервать разговор раз и удостовериться, что с вашим родственником все в порядке, и после этого сообщить в полицию. Ну, задерживали аферистов? Конечно, задерживали. Многое уже было сказано, и все же в завершении беседы давайте еще раз повторим советы от полиции, как провести свой отдых, чтобы не омрачить его криминальными происшествиями. Это в первую очередь не злоупотреблять алкогольной продукцией с малознакомыми гражданами и не терять самообладание при переизбытке данного напитка. Это раз. Второе, это по месту жительства, временному проживанию, чтобы посмотреть, какой этаж, окна, чтобы закрывались ночью. Обязательно входную дверь закрывать на ночь, чтобы жулики или случайные преступники не могли украсть имущество, которое находится в прихожей. Ну, и третье, как я уже сказал, это по банковским картам и телефонам, чтобы тоже внимательно к этому относились. Ну, и, соответственно, по детям, это следить на пляже, чтобы они не оставались в море, не купались, чтобы всегда под надзором родители были. То есть быть на чеку и... Всегда быть на чеку. Чтобы не обращаться за помощью к полицейским. Сергей Николаевич, спасибо вам за исчерпывающие ответы и за участие в нашей программе. Вам тоже спасибо. До свидания. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД по городу Сочи Сергей Полуяров. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И до встречи в эфире. Продолжение следует...